Привет, друзья! Подписчики мои, это Блейды, это Весы, за кадром неугомоши, Весы, поздоровайтесь, всем привет, друзья, всем привет, друзья, еще разочек. Сегодня будем рассматривать теорию про звезды на дисках. Если кто не знал, то на металлических дисках, вот здесь вот сзади, с задка, есть такая вот звездочка. Бывает одна, две, три, четыре, возможно, десять, я не знаю. И кто-то говорит о том, что это для Веса, кто-то говорит о том, что это просто, чтобы что-то там, где-то там, этот самый, запоминать свой Блейд. Я считаю, что это полная фигня. То есть, я объясню, прямо сейчас покажу, например, что даже если изначально это к чему-то было важному, то по факту это бесполезная история, про которую нигде не пишется. Вот, по Весу, ну вы сейчас просто поймете, о чем я говорю. Вот смотри, кстати, заметил, смотри, что заметил, рандом бустеры, вальки, у меня со светом с лампой плохо, но я тут самую, валькирия и вайс леопард, а карту им подзабили, и дали им одинаковые и металлические диски, и драйвера, ну вот как это работает. Давайте с них и начнем, сейчас я покажу вам, так, сейчас я сниму раму с этого леопарда. Вот смотри, диск от валькирии весит 3 звезды, и он весит 22 грамма. То есть, ну, вместе они весят 45, подожди, а если здесь, так, а, смотри, в этом месте весо, а, нет, все равно 22, 22, 23, 44, ну, весы подглючивают у меня, да, вы поняли. Но, это все, поверьте, мне вообще не влияет, я же кладу в центр, вот смотри, вот в центр кладу один диск, 22, кладу в это же место, ой, я их уже перепутал, все, 23, ага, то есть, подожди, это какой диск? Диск с 3 звездами, откуда он был-то, я уже забыл, короче, он весит на грамм больше, но, а вот сейчас 22, то ли весы ключи, то ли я, дурачок. Короче, даже если 1 грамм, вы думаете серьезно, что 1 грамм повлияет на то, что какой-то Б выиграет или проиграет, нет, нет, друзья, это все фигня, ничего не повлияет абсолютно, повлияет только выносливый наконечник и ваше умение блейдера. Идем сами дальше, 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 ой, стоит драйвер, а драйвера, интересно, поодинаково весят или по-разному, ну-ка, дай-ка, 6 грамм, 7 грамм, а этот? А этот 8 грамм, это как так? 8, 8 грамм, непонятно, короче, я думаю, вы поняли. Дальше идем, дальше идем, начнем мы, я еще покажу вам кое-что еще прикольное, смотри. Баст, Экскалибур и Чозет Валькирия, давайте взвесим их металлические диски, у них, кстати, нету здесь никаких звезд. Оп. От Экскалибра весит 24 грамма и от Валькирии весит 20... Нет, у меня с Весаем проблем... 20... Чё? 24... 25... Ну, короче, как-то так, видимо, тупят Весы, но это все не важно, да, вам же это пофиг на это. Суть в чем, друзья, товарищи мои, подписчики, что, поверьте мне, один грамм никак не повлияет на исход вашего боя. Идем дальше. Фафнир, который Гайст, и Дэддушка Хэйдис из Рандом Бустер. У меня, кажется, столько повторных дисков, а я и не знал, кстати. Вот. Так, значит, диск от Хэйдиса, у него одна звезда, да, поехали взвешивать. 20 грамм, 21 грамм. Диск от Фафнира имеет тоже одну звезду, на минуточку. Пыль какая-то, пылище. 21 грамм. Смотри, как ровно. 21, 21. Данные диски идентичны. Это забавно. Это забавно, это хорошо, подписывайтесь срочно на Ньюгамошу. Идем дальше, потихонечку, да. Космо Валькирия из Эта Хелес. Значит, смотрите, в чем тут дело. Что у Космо Валькирия, у нее диск идет вот такой непокрашенный. Упал. И у него три звезды. У Ахиллеса тоже три звезды, но он покрашен. То есть, по идее, должно быть, ну, как бы побольше, да? Я не понял. Что, давай работай весы. Вы что, поломались? От Космо Валькирия диск весит 19 грамм. От Эхиллеса диск весит 19 грамм. Вопрос, что, краска вообще ничего не весит? Вот. Все это, друзья мои, весьма сомнительная вообще тема для диалогов, для дискуссий. Потому что, ну, честно, я не верю в то, что какой-то один грамм сильно влияет на соперника. Да, конечно, в комментариях сейчас поналетят гарпии, но поверьте мне, нет. Идем дальше. Дальше идем. Не, возможно, так аратомии будут вам утверждать, что да, но по факту нет. Диск от Рактавора Крэш с одной звездой. И диск от Буша Нашуры с тремя звездочками. 22 от Ашуры. 22 от Рактавора, вне зависимости от того, сколько звезд. Народ, ну я не знаю, ну камон, ну вот, вот я же показываю, смотри, вот. 3 и 1, повесим сразу 2. 40, 43. 22. 22. А так. 43. Сомнительно, сомнительно. Как вот этот Болтер Тавор, да, с одной звездой. Ну, в общем. В общем. Если вам нравится всем рассказывать, что вы самые умные, что вы там это все знаете про Бейблейды, и что каждый диск отличается по граммам, это все фигня. Дальше идем. Чоу Зет Спрайзен и такой вот Шторм Пегасус. Пегасис или Пегасус, я не знаю. Ах, и улетел драйвер. Так, смотрим. Один звезда у Пегаса, и он весит 24 грамма. Идем дальше. Покрашенный диск от Роял Кинга, 4 звезды и покрашенный. При этом, по идее, вот смотри, да, одна звезда не покрашен, весит 24 грамма. И по идее, что этот диск должен весить тоже дофига, потому что 4 звезды, да, золотая краска, но... 23 грамма. А, 24 грамма. 24 грамма. И вместе это будет 48. 48. Вопрос. Вопрос. Как такое может быть, если два диска, один с одной, второй с четырьмя? Как так? Как так? Расскажите мне. Я не понимаю. Вот. Поэтому, народ, вы можете сколько угодно бегать в своем дворе, выпендриваться тем, что вы все знаек. А все знаек, кстати, никто не любит все знаек. Знаете, кого все любят? Кто приходит и побеждает. Я пришел на YouTube и победил. Вот такие дела. И покажу вам еще в конце. Вот у меня здесь есть три диска нулевки от Orpegis. Сушка. Orpegis. Кикс. Давайте аккуратненько снимаем. Диск от Orpegis весит 24 грамма. Диск от Sprazen Requiem весит... Сколько он весит, интересно? 20... 24 грамма. И диск от Dead Fenix, ненавижу Dead Fenix, весит... 24 грамма. Три диска нулевки весит 24 грамма. А теперь давайте посмотрим, где были звезды. Orpegis. Две звезды. Что с Sprazen? Четыре звезды. Dead Fenix одна звезда. То есть вы понимаете, разброс. Это все Takara Tomy. То есть, да, три диска, получается, еще раз. Две звезды. Четыре звезды. Одна звезда. 24 грамма. Итого у нас, получается, должно быть сколько? 72. 71. Вот почему-то так у меня не подвисает. Не знаю почему. Но когда по одному вешаешь, все как бы нормально работает. Не знаю. А, вот два у 48, кстати, смотри. Да? 48. Вот. Поэтому я думаю, вы прекрасно поняли, что звезды на дисках это просто туфта. И возможно, скорее всего, что просто их отличать. Не знаю. Возможно, для веса, конечно. Но, ну вот вы сами убедились. Три диска с разными звездами. И они все одинаковые. Вопрос. Вопрос. Вот, друзья. Вот такое сегодня было для вас интересное, надеюсь, познавательное видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте мне лайки. Прожалуйста, друзья. Сейчас какая-то вот летом проблема с подписками, с лайками. Я вас очень прошу подписаться, поставить лайкос. Вот. Вам же не сложно. Вам не сложно, вам не трудно. Мне всегда приятно. Я стараюсь для вас сделать разнообразный контент, качественный контент. Всегда продумываю, анализирую идеи. И все время мы с вами выходим на какой-то крутейший уровень. И вот, ну, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Я все для вас делаю. Конкурсы и всякое такое. Общение, турниры и всякое такое. Стримы жалко не веду. Просто сейчас реально времени на них не остается. И, друзья. Вы у меня самые клевые. Я не перестану это повторять. Поэтому, почему вам просто под ролик не зайти? Там есть кнопочка серенькая. Нажать. Ну, нет. Подписаться на канал. Потому что мне ваша поддержка, ваша опора мне очень нужна. Потому что вы помогаете мне расти, развиваться и быть лучше. А на этом сегодня все. С вами был лучший ведущий Ньюгомонный Бэдер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Скоро-скоро увидимся. До свидания, народ. Не вздумай переключаться. Пока-пока.